В начале еженедельного оперативного совещания глава городского округа Пущина поздравил всех с Днём местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Местное самоуправление – это та ледь власти, которая ближе всего находится к населению, и именно вы обеспечиваете благополучие наших жителей. Даже в период пандемии местное самоуправление не останавливали свою работу, и так же, как все основные структуры были задействованы в борьбе с этим заболеванием. Алексей Воробьёв торжественно вручил двум уважаемым сотрудникам администрации Галине Грицаевой и Елене Ларионовой почётные грамоты за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное исполнение обязанностей, чуткое отношение к людям и в связи с празднованием Дня местного самоуправления. Первой с докладом выступила Наталья Прошина, начальник финансового отдела администрации городского округа Пущина. Она сообщила об исполнении бюджета за январь, февраль и март. За первый квартал 2021 года в доход бюджета городского округа поступило 165 млн 747 тыс. рублей, или 14% от запланированного годового объёма средств. В том числе налоговых и неналоговых доходов 96 млн 804 тыс. Без возмездных поступлений 68 млн 943 тыс. В целом объём поступлений налоговых и неналоговых доходов в первом квартале 2021 года превысил тот же показатель прошлого года на 13 млн 361 тыс. рублей, или на 16%. Бюджет Пущина по расходам за первый квартал 2021 года исполнил в сумме 177 млн 172 тыс. рублей. 6 млн 339 тыс. рублей пошли на предоставление мер социальной поддержки гражданам городского округа. Далее выступила Татьяна Кулаткина, начальник отдела образования администрации Пущина. Она рассказала об организации летней оздоровительной кампании для детей в нашем городе. Ежегодно на эти цели выделяются средства субсидий из бюджета Московской области при софинансировании муниципалитета. Средства субсидии по соглашению муниципалитета имеют право потратить на организацию питания в лагерях и приобретение путёвок. Средства местного бюджета мы можем тратить на эти же цели, плюс на материально-техническое оснащение лагерей, организацию медицинского обслуживания, ремонтные работы, если это необходимо. В этом году организация отдыха детей планируется в полном объёме. На летнюю оздоровительную кампанию выделено 2 млн 409 тыс. рублей. А сотрудники отдела социальной защиты населения Пущина уже принимают заявление для загородного отдыха детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По словам Татьяны Кулаткиной, ожидаются путёвки в подмосковные лагеря. Ведётся согласование по поводу отдыха ребят в Краснодарском крае и Крыму. В Пущине будут открыты лагеря с дневным пребыванием на базе школ. С 1 июня по 24 в первой школе, с 25 июня по 10 июля в школе номер 3. Заявление можно будет подавать с 1 мая на портале услуг Московской области, выбрав услугу отдых детей в каникулярное время. Трудоустроить в летний период планируется 66 несовершеннолетних. Татьяна Кулаткина отметила, что заявление от ребят, которые хотят работать, поступило гораздо больше – 130. Если мы хотим охватить всех желающих трудоустройством, нужно просто увеличить финансирование вот этой услуги. Муниципальное задание «Скайвертикаль» добавить средства для того, чтобы хватало на всех желающих. Труд оплачиваемый с соблюдением трудового законодательства, который применяется к несовершеннолетним. Алексей Воробьев сказал, что инициатива подростков потрудиться на благо города и заработать деньги самим похвально. И надо проработать вопрос поддержки ребят. Анна Лихачева, Андрей Михайлин, Тимофей Акимов, ТВ «Спущино». «Скайвертикаль»